Приветствую вас, коллеги! Это часть номер десять. В этой части мы создадим сущность review. Ну, собственно говоря, это класс. Мы сконфигурируем entity framework и создадим всю инфраструктуру, которая обещает нам работу крат. Создавать уже будем при помощи классов, которые лежат в отдельной сборке. В предыдущей части, в части номер девять, мы сделали большой рефакторинг, что вынесли базовые классы в отдельный наггет пакет. Ну и, собственно говоря, давайте приступим. Итак, оглядываясь назад, мы имеем в сущности каталог, продукт, а также мы имеем в сущности application user, application row. Страна, кстати, непонятно, почему application user написано раздельным. Ну, в общем-то, это сущность. Мы создали крат для некоторых из них, в частности, лог, продукт и каталог. И дальше у нас на повестке дня стоит сущность review. Так, давайте переключимся в Visual Studio, и тогда продолжим. Итак, прежде чем начать, давайте определимся, что такое review. Review – это обзор, review – это отзыв, который будет ставить на наш товар. Но прежде чем вообще принести какую-то логику в систему. Давайте создадим сущность. Давайте создадим просто сущность в папке model, назовем ее review. Отлично. Теперь у нас повелась сущность review. Я удалю лишнее. Я привык всегда писать комментарии. Ну, я не всегда их могу заполнять, но так мне будет напоминание о том, что я ее все-таки не добавил. Итак, у меня есть review. Я думаю, что дата создание review важно, поэтому она будет унаследована от Audible. От базовой. Так, что? Какие свойства у меня? Так, бюджетово мне добавляет дайди и там пару-трех свойств еще управляющий дата создания кем. Потому что мне нужны какие свойства в review. Мне нужно, если однищикатор есть, мне нужно это свойство, которое называется string, называется content. Мне нужно свойство, которое будет string. Ну, например, username. В хорошем смысле этого слова. Мне нужна сущность, которая будет, допустим, int. Rating. Ну, или там. Ну, да. Ну, и давайте попробуем расписать. Message, да, то есть from user. Тут у нас будет, получается, что username home post, как он называется, review. То есть поставил review. Здесь у нас получается рейтинг. Рейтинг. Ну, ревью. То есть, ну, давайте сделаем до 5, да. Вот. Будет чем совалидаться, поиграться. Так. То есть, таким образом появилась какая-то сущность, которая, на самом деле, пока ни к чему не привязана и вообще никакого отношения к возле не имеет. Ну, во-первых, да, то есть, я обычно делаю так. Я ищу, как он называется, control.py, application, чтобы контекст потом. Сущности тут наши прописаны. Я сделаю здесь новую сущность, которая, новую, новую свойку, которая будет означать ревью. Вот так. Вот. Странная страница в комментариях. Теперь у меня появилась одна ошибка. Я не перейду автоматически. Вот она. Вот мне помогает делать решатку. Я теперь нажму имплемент. Вот у меня появилась запись о том, что запись, появилась ревью, строчка с определением нашей новой сущности. Ну, и, как бы, на самом деле, этого еще мало, да. Что нам еще нужно? Нам нужно, чтобы этот ревью был как-то связан, ну, как-то с нашим продуктом, да. Я сделаю таким образом. Ну, во-первых, мне нужно создать свойство навигации. Пусть она называется. Да, сейчас скажем. Ревьюс, наверное, так пусть называется. Collection. Это мы знаем, что у нас может быть пачка коллекции. Вот, я пишу, как обладает названием. Вот. И, собственно говоря, давайте напишем какой-нибудь комментарий, да, что reviews for current product. Пусть будет так. Вот. Так. Мы написали, собственно говоря, этим свойством мы добавили связь между продуктом и ревью. Теперь этого мало. Поэтому мы добавим еще парочку свойств. В частности, нам потребуется свойство GUI. Называется Product ID. Это, как раз, и будет обратной связью нашего в ревью со своим, ну, с товаром скоп, на который ревью. Давайте напишем Product Way. Product Identifier. Правильно написал Identifier. Это неправильно просто в руку. Ну, и для того, чтобы мы могли посмотреть, какое свойство, какое конкретное instance привязано к нашему в ревью. Мы создаем свойство навигации. Для того, чтобы у нас работал Lazy Loading, мы делаем BitAll. Вот. Ну, и это и есть уже непосредственно Product Way. Вот. Таким образом у нас получается, что связаны между собой вот эти три штуки, которые называются основные базовые сущности в данном варианте. Я вам сейчас покажу их вот так. Вот. Ой, что-то я укрутил. То есть, у нас есть категории, которые связаны туда-сюда. То есть, туда. У категории может быть продукты, у продуктов может быть ревью. Ну, и обратные ссылки, они тоже связаны через свойства навигации. Дальше. Что у нас дальше? Нам нужно вот в ревью, да, секундочку сейчас. Вот в ревью, какие нам еще потребуются поля или свойства. Ну, давайте не будем пока изобретать велосипед. Я на досуге пока, когда сделаю видео, хорошенечко подумаю, что нам нужно будет еще сделать. Ну, а пока мы на этой бизнес-логике остановимся. И единственное, что теперь нужно, нам нужно создать миграцию для того, чтобы в базе появилась... Ну вот, а, стоп. Ну вот, дальше спешу. Нам же нужно создать модул конфигурэйшн. Так, модул конфигурэйшн для продукта. Я так его скопирую, вставлю. У меня студия создаст такой файл. Переменую. И напишу, что это теперь у меня. Ревью. О, не люблю копировать. Но иногда приходится. Ревью. В общем, в кривых руках. Как говорится, и калькулятор зависает. Поэтому я вот сейчас вот так вот создам и лишний, да, отсюда поудаляю. Тут у меня, естественно, продукт. Это у меня, соответственно, продукт ID. Прайс. Ну, это будет рейтинг. У меня такое свойство ID есть. Дескрипшн. Это будет контент 200. Ну, пусть будет такого как раз размера. Ну, и у меня несколько осталось еще юзернейм. Так, юзернейм. Легко определить, какой у нас длины будет. Для этого нужно найти application user to backend text. Как это, так, 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 так. Application user. Application user. Стоп. А, application profile. Control T. Ищем F12. Вот. Application user. User name есть. Свойства на него не назначены. Ну, значит, пусть будет умолчание. То есть, юзернейм пусть будет. Даже не по умолчанию, пусть так оставится. 128 кг. Мы будем говорить, что это не юзернейм, а именно имя пользователя. То есть, у нас application user не связано. Пользователь может написать от... Нет, не будем давать. Возможность написать от чужого имени. Пусть его имя из профиля и подставляется. Для этого нужно найти application user. Вот оно. Здесь есть честный и милостный. Ох, мы будем вставлять честный и милостный как раз в эту штуку. Таким образом, получается, review конфигурации создано. Кроме того, что я забыл поставить reviews. Ну, то есть, название таблицы, которая будет возвращаться. Таким образом, все. Теперь мне нужно записать новое AdMigration. Вот. Я уже что-то делал. Ну, вот, пусть будет тогда preview entity. Я нажимаю выполнить. Сейчас мы смотрим, что у нас не будет ошибок при генерации. Нету ошибок. Отлично. Тут базовая вся штука посоздавалась. Теперь я говорю update database. Соответственно, проект выбран data. Если у вас ошибка, проверьте. Не назначили вы Google. И получилось, что получилось. У меня без ошибок создался и продукт. Обновился сущность. И review. Ну, и за... Теперь у меня что-то что-то нужно. Мне теперь давайте выбрать контроллер. Он теоретически нам, ну, не нужен. Мы его получили из шаблона по молчанию. Поэтому сейчас только глаза мазали. Так, ну и теперь, раз у нас уже практически все готово, я поступлю как в одном из прошлых видео. В виде ей фуелки видео. Я создал через специальный сниппет, который мне, кстати, немножко пришлось изменить. Потому что немножко поменялась инфраструктура. По части того, что вынести в многих пакетах некое функционал. Поэтому... Так, здесь я создаю вею с контроллер у нас. Нужное число. Сейчас, по идее, не должно быть никаких ошибок. Да, действительно, никаких ошибок нет. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Очень интересно. Сейчас она должна... А, нет, вот что-то есть все-таки. Ну, слава богу, ты уже думал совсем без ошибок. Да, какой-то NLSP не определился. Сейчас мы его запустим. О, хорошо. А, вот как раз то, что я уже предупреждал. То есть на CreateView, создание продукта, нужно повышать, ну, что у нас нет такого. Свойства для создания. Так, давайте для начала... Для начала... Ну, видимо, все работает где-то. Подразумеваем. Ну, все-таки, давайте сначала все сделаем правильно. То есть у нас есть сущность Product. У нас есть на Review. Ну, ведь теоретически можем сюда добавить Review. Можем сделать отдельный метод для получения список Review. Поэтому... Ну, что он хочет... На CreateView. На CreateView. Подзначать Pro-Bug-Mator Configuration. Очень удобно исекать. На CreateView. Да, вот это нужно... Такой фондл-код D у нас создало. и теперь нужно вот этот вот категории также перевью проигнорировать на редактирование у нас нужно сделать то же самое у нас невозможно редактировать ревью ну и здесь нужно еще раз опустить иногда бывает просто легче запустить чем искать в общем-то у нас появился ревью удивительно ну и теперь получается нужно продолжить эту штуку которая называется рефакторинг контроллера я сделала таким вот образом сейчас во первых найду нажимаем шучу шутка по юмору даже я скажу давай ко мне вот все в этом файле раскидаю по нужным раскидайком моментов чтобы быстро получилось ну ладно соответственно вот эти комментарии они мне больше не нужны даже эта строчка лишняя нужна у меня здесь в моду файл вот теперь я это закрываю теперь мне нужно что делать менеджер запихнуть в менеджер теперь мне нужно в ему отдал где-то чего-то даете моду просто в моду нужно запихнуть в папку извиняюсь сначала сначала нужно создать мне еще называется ревью моду файл на теперь мне можно сюда перетащить этот вот этот и вот этот и модулы бивью теперь мне все по полочкам соответственно валидатор нужно перетащить валидатор ревью контроллер моду файл передается так 3 и идите мне а вот маппер фигурэйшн передаем в маккер конфигурэйшн кстати вот не перенес надо будет заняться потом и дополнительно перенести теперь получается что вот таким вот образом я видимо меня скажу поменял всеми появится в кровавые дрова ты счастлив человек создавала я нажимаю сэйв и кнопка закрыть все и давайте что запустим первых это все-таки продолжила работать открываем ревьюн да все на месте ну и как понимаете теперь нужно в маккер конфигураторе вот в этом вот настроить что у меня из ревью ревью короче всему другим модулы напились на модели абсолютно корректно я по телу копировать я вот так открою модул ставлю сюда эти свойства продукта пусть она мне по идее у меня есть продукт view модул да да есть у меня продукт и модул теоретически вот здесь видеть именно view модул а не сам продукт здесь у нас что здесь у нас то же самое почти за исключением того что у нас продукт нельзя подменить поэтому его сразу можно можно проигнорировать то есть на создание у нас здесь ничего не гнобируется убираем это лишняя здесь у нас игнорируется не омэмбар а только продукт сейчас мы его найдем продукт совершенно верно о будет игнор дальше что у нас там еще игнорируется на view с обеих ему дала хоть или киски у нас здесь получается то же самое нет этого достаточно скопировать нажать так с ревью новую моду ничего нет я мою конечно же подставить из ревью он процент update ему нам нужно ставить новое значение и на апдейт у нас получается продукт не меняется но он должен быть как это идентификатор соответственно на это я поставил правильно и здесь все правильно ну то есть сердечко сейчас должно даже не быть ошибок я не угадал я забыл опять свойство который называется игнор игнор аудит и вот здесь вот на в этом месте уже нужно поставить игнор будет давайте запустим еще раз проверим у нас есть еще кроме времени и у нас получается она естественно при создании у нас еще здесь должен игнорироваться игнорироваться должен идентификатор потому что мы момент создания вы еще естественно не знаю сейчас по идее ошибок уже быть не должно ну да совершенно верно весьма по мы настроили теперь я могу получить и модуль для создания ах ну да они что продукт я могу создать должен быть авторизован а подожди я мне уже не продукт ревью ну как мне ну вот собственно гря я в не модом вижу продукты не континент юзерным так ну вот кстати возникает ситуация сейчас авторизован а юзерный мне не поставил давайте это вот реализуем и на этом наверное будем заканчивать на данный момент а потом будем еще придумывать что-нибудь в общем что у у меня сейчас уже крат готов единственное что я могу сделать в факторе ревью мне нужно вот в этот вот ее модал подставить кинентификатор пользователю мое имя пользователя который делает этот самый ревью что мне для этого нужно ну теоретически мне все то же самое нужно что и нужно было я сюда закину еще сервис волну и шарпер мне поможет сделать из него свойства вот и вот здесь вот я скажу сервис get current юзер мне нужен дед парень кюзер но тут два варианта мне нужно первый там или динфикатор поставить либо афа дело в том что у меня эти методы асинхронные я не могу на прямую сейчас проверим есть ли вообще или нет get current юзер идей get current юзер асинк и get profile ну и так бывает то есть у меня есть не асинхронный метод а я его должен вызвать вот в этом месте синхронно то есть у меня есть специальный асинкхелпер который как раз позволяет асинхронные методы вызывать асинхронно секундочку синхронный момент вот так вот у меня происходит вызов этого метода то есть юзер у меня наполнится и теперь я могу сказать здесь если юзер классный а давайте сделаем таким образом примерим по модную сейчас фишку поляция называется классный пробел еще раз юзер частные лишние сотрем на данный момент хотя конечно же нужно сделать их юзер винул а мы скажем что вообще сделать юзер вот получается если у меня юзер и вон тогда если если юзер у нас не не равен ну то есть найден в системе тогда мы здесь во первых напишем юзер и здесь напишем юзер и вот получается лишнего нащел да или наоборот вот то есть что мы делаем но и для вам пользователю анонимное имя и если если он не найден помог оставляем анонимные и не учусь и поздравляем фамилии но стоит работает у меня есть открыто окошечко уже я просто выполню тот же самый запрос администратор микросервис но собственно говоря у меня это в профиле прописано поэтому понимаете все сработало валидации но давайте еще валидации прицепим я смотрю что они сильно далеко оторвались но вот есть у нас вот дышим и уджет а его и дышим обжиг все просто ничего не меняется здесь мы напишем что если юзер есть ли пользователь не завел юзерный а мы должны сказать что иилд брейк ритуру ну давайте посмотрим какие у нас ошибки есть уже есть у нас тут экземпшен нет масса ну давайте но ошибку создаем у нас да или нет или просто морю но и гриб а вот так юзер не видно не клипает вот напишем из и здесь напишем ну теоретически это могло может быть и ресурсных файлов чтобы это сразу было на русском языке да там мы саджи сын пишем юзерный варят ошибка наверное вот и теперь что какие у нас еще правило ну давайте проверим что у нас рейтинг меньше нуля меньше допустим единицы мы напишем что рейтинг мин реку и соответственно если у нас я просто два раза больше петель ну туда тоже да что это рейтинг макс и парт вот и теперь соответственно может какие-то и здесь напишем мин реку и напишем мин реку и напишем мин реку и напишем мин мин value из 1 здесь напишем рейтинг макс опять что-то я помахнулся не вижу ничего и напишем мин реку и напишем мин и напишем этим образом мы уже проверили что мы сахтинг но еще давайте вот на такую же штуку заведел информация о том что у нас сам контента тоже должен был как-то быть заполнен и и введем контент реку и ну что требуется аж капец как хочется вот она мне тут было вот ну ладно давайте и у нас тут вот вот здесь напишем review контент рекорд ой вот вот сейчас сюда пропишем все названия я покажу что ты чего это делаю это на самом деле очень-очень удобно и на самом даже деле очень-очень полезно смотрите когда я рейтинг макс река где-то рейтинг контент вот еще где-то вот когда я делаю таким вот образом у меня на самом деле сразу понятно что здесь написано вот видите здесь внизу подписан река контекст просто если я делаю с интерполяция то есть вставляю специальные символы которые интерполируют значения и другие значения но у меня сразу видно нужно ли мне добавлять здесь стрим формат или не нужно в данном варианте все чуть-чуть не как первого ясну и поверим уж наверно мы можем закрыть не допустим у нас какой-то контент вот вот теперь открываем какой-то давайте посмотрим вообще товар у нас есть что-то на них ревью то делать пейджет нет никто один момент рай здесь у меня уже дефолт растет не ага ага не стоит еще ну а ладно сейчас поставим будет 10 пейдж сайз а есть что то есть какой-то товар называется грабли я его ивенч скопируем так теперь что я хочу я хочу чтобы у меня создать создался один новый ревью ну для этого я вставлю предыдущие у меня здесь есть такая штука полезная вот а вот сюда я вставлю тот самый идентификатор который я скопировал вот и так вот смотрите у меня контент ну юзерней уже не равен она скопировалась ну то есть сейчас отправлю буду получить список ошибок ну вот их две смотрите не очень красиво выглядит да давайте вернемся немножечко назад и поправим ну это на самом деле не столько нужно сколько удобно ну и на самом деле кажется даже красиво что мы здесь будем делать мы здесь напишем вот таким вот образом нет вот таким да вот образом напишем продукт ну теоретически можем так написать на им вот и здесь вот эту штуку вот так пробел здесь еще нужно вставить сам саму ошибку закрытие кавычку закрыть ну я сейчас наверное не буду это делать да хотя можно наверное давайте сделать скопировал в конец и здесь у нас нужно что правильно вот это и еще кавычку нет что-то не так сделал а вот так вот вот и вот здесь то же самое нужно сделать и здесь поставить тоже с чего вот что здесь не добавил сейчас добавим везде запустим ну и в результате мы должны получить более чуть-чуть подробную информацию то есть какой продукт чего в нем не хватает если делать вставку пачкой то вот этот указательный конкретный продукт очень как бы экономить время ну и давайте давайте раз уж мы вернулись добавим где у нас тут вот мы добавим контент очень какой-нибудь там я не знаю грабли в рейтинг добавим допустим 6 для начала да 60 даже ну просто очень хорошие грабли и и что-то нам не говорит ошибка потому что у меня грабли очень хорошие они получились без кавычек а это плохо да вот он греш-трейтинг не может быть больше пяти я ставлю четыре но они очень хорошие но не отличные но и как видите все сохранилось и в общем то мы теперь можем получить список хотя мы наверное ничего не делали для того чтобы получить поэтому вряд ли мы что-то получим интересного да у нас ревью не добавлено ну в общем думаю на этом пора закончить если будут вопросы пишите если будут пожелания тоже не степняйтесь спрашивайте мне интересно отвечать на вопросы вот ну и в следующей части будем уже логики всякие накручивать а в в в в в Продолжение следует...